Сочи готов принять пострадавших от взрыва в Абхазии. Губернатор заявил, что при необходимости наши врачи могут отправиться в республику. В Сочи прошли совместные учения спецназа России и Монголии. По легенде, в колонии захвачены заложники. Помощь скорой глава Сочи на встрече с работниками озвучил результаты проверки учреждения. Прояснили и вопрос зарплат. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при необходимости наш регион направит врачей в медицинские учреждения Абхазии. Пострадавшие в результате взрыва снарядов на военном складе в соседней республике доставлены в Гудаутскую районную больницу. Напомню, накануне на военном складе в селе Приморское взорвались боеприпасы. Неподалеку были обнаружены тела двух человек, предположительно туристов. Еще 27 человек, 19 из которых россияне, отдыхавшие в регионе, были доставлены в медицинские учреждения Сухума, Нового Афона и Гудауты. Они получили травмы от удара камней от взрывной волны. Серьезных ранений от осколков снарядов нет. Общее количество пострадавших – 60 человек. Всем оказывается медицинская помощь, заявило руководство Абхазии. Также им будут выплачены компенсации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при необходимости сочинские больницы готовы принять пострадавших и оказать любую помощь, в том числе и высокотехнологичную. Лечебные учреждения обеспечены всем необходимым. По его словам, Краснодарский край может и направить своих медиков в Абхазию для оказания помощи коллегам. Мы активно выходили на наших абхазских коллег. Вчера вечером мы узнали, что они справляются своими силами и наша помощь им не нужна. Но сегодня утром, по факту нынешнего времени, никто из абхазских коллег от здравоохранения не обращался к нам за помощью. Но мы полностью готовы, мы в состоянии оказать помощь тем пострадавшим, которые в этом происшествии получили ранения и травмы. И у нас есть все необходимое для этого. Всегда готовы в Отрадненском районе прошли тактика специальные учения оперативного штаба. Спасательную технику и оборудование для оказания помощи при ЧС и возможных террористических актах показали главе региона Вениамину Кондратьеву. Мобильный пункт развернули прямо перед Домом культуры в станице Отрадной. Здесь же и учебно-методический центр в роли учеников главы девяти приграничных районов. На один день руководители муниципалитетов сменили привычные деловые костюмы на камуфляжные одежды. Тема занятий – первые действия при ЧС. Здесь же и вся техника, которая используется в крае во время паводков, наводнений, ледяных дождей и пожаров. Задача газоспасательной группы – провести на местности разведку, чтобы убедиться, что там, где проводится операция, нет ни разлива химически опасных веществ, нет ни радиационного заражения. Для этого имеются у нас приборы химической и радиоактивной разведки. Насколько вы укомплектованы всеми сегодня средствами для того, чтобы в полном объеме выполнить любые спасательные аварийные работы? На 100% вся служба, 21 отряд, 900 человек. Сильнейшая служба в стране. Сильнейшим аварийно-спасательным формированием – это ни разу доказано как в работе, так и в различных мероприятиях. Работу силовиков глава региона и руководителей силовых ведомств оценили в действии во время тактика специальных учений по легенде при захвате полицейского участка. Ну а в Сочи прошли совместные учения спецназовцев России и Монголии. Они были запланированы в рамках программы международного сотрудничества между министерствами юстиции двух стран. Как спасают заложников, сегодня увидела наш корреспондент Елена Овсецина. Жаркие учения проходили на протяжении 10 дней в Сочи. Главная задача – обменяться практическим опытом в борьбе с преступностью. И тут уже не до разных климатических условий. Хотя в бронежилетах и шлемах в субтропиках представителям монгольской делегации было нелегко, признаются они сами. Была задача изучить формы и методы работы в исправительных учреждениях. Как раз заключительный этап учений проводился по легенде на территории колонии, где взбунтовались осужденные. Начальниками обращаться! Осужденный вонок! Вот и рассказ! Заключенные выдвигают свои условия. В первую очередь предоставить транспорт, чтобы скрыться из зоны. Берется в заложник один сотрудник исправительного учреждения. Машина им предоставляется, но выехать с территории уже не получается. Поскольку преступники угрожали жизни заложника, было принято решение о силовой операции. Она началась тут же, как только у нескольких заключенных появился шанс попасть на свободу. Освобождение заложника и захват преступников заняли считанные минуты. Были задействованы две боевые группы, включая монгольский спецназ. Одно спецподразделение под названием «Ягуар» из Орловской области, другое «Акула» из Краснодарского края. Следующий этап операции – подавление бунтов за стенках тюрьмы. В сбунтовавшихся заключенных 50 человек. Спецназ проникает внутрь и благополучно завершает операцию. Задержанных увозят уже в другое специализированное учреждение. Действовали слаженно. Не было сбоя ни в одной группе, ни в одной подгруппе. Вы видели, применяли специальные средства, средства взрывания и подрыва. Никто не пострадал. Соблюдались меры безопасности как самими сотрудниками, входящими в состав штурмовых групп, так и сотрудникам, которые обозначали преступников. Тактика специальные учения проводится регулярно сюда, в Сочи, и приезжает в учебный центр со всех областей и краев страны, а теперь еще и из Монголии. Там отряд выполнения специальных задач создан только год назад, чтобы научиться новым методам подавления массовых беспорядков в жилых помещениях. Наши ребята говорят монгольским бойцам, есть чему поучиться у россиян. В специфике, допустим, освобождение Лизы охвачиваются в качестве заложника в определенной тонкости. И им это было очень интересно, поработать с российским спецназом. А руководство филиала Южного межрегионального учебного центра отметило терпение и выносливость спецподразделения СВАД из Монголии. Что касается вооружения, то оно как у одной, так и у другой страны практически одинаковое. В основном российского производства, за редким исключением иностранных новейших образцов спецвооружения. На Кубани разработают программу, по которой будут благоустраивать школьные дворы и чинить заборы. Такое поручение отдал Вениамин Кондратьев. Глава региона в Отраднинском районе провел выездное заседание антитеррористической комиссии. Главным вопросом стала подготовка школ к началу учебного года. Тему продолжат наши краснодарские коллеги. На выездном заседании антитеррористической комиссии в форме не только силовики. Сменить камуфляжку на привычные гастаки и пиджаки не успели руководители приграничных районов. В эти дни у них ежегодные тактико-специальные учения. Вот и на совещании конспектируют как лекции задачи, которые ставит губернатор. К 1 сентября все кубанские школы должны быть оборудованы современными системами безопасности и полностью готовы к началу учебного года. Однако с этим требованием справились не везде. Отсидеться незамеченными в своем кабинете, как на последней парте, не получилось у главы горячего ключа. Там в некоторых школах нет новых противопожарных сигнализаций, которые срабатывают без участия человека. Дублирующая система отсутствовала. Мы заказали оборудование. В средней декабре сентября оборудование приходит и будет смонтировано. А установлено когда? 1 октября дублирующая система будет установлена. Коллеги, а раньше никак нельзя было об этом позаботиться? Ну, стандарты поменялись, я не знаю. А когда они поменялись? Коллеги, вы лучше в головах стандарты меняете. Ну, другие же ваши коллеги успели. Знаете, это стандарты в своих головах и своих команд тоже. Вот надо чуть менять, чтобы они думали хотя бы чуть-чуть наперед. 1 сентября за парты сядут 600 тысяч детей. Это на 20 тысяч школьников больше, чем было в прошлом году. А значит, вопросы безопасности в учебных заведениях требуют более тщательного внимания. На совещании вице-губернатор, курирующий соцблок Анна Менькова, поднимает еще одну проблему. Необходим ремонт старых заборов в некоторых сельских школах. У нас есть еще среди трех тысяч учебных заведений еще 110. У нас с дырявыми, так скажем, заборами. Это объективно, это так. До начала учебного года мы сделаем 30 гарантированно. И уже сегодня с главами мы договорились, эта работа ведется. Но остальные будем делать по мере, так сказать, поиска финансов. Чтобы снять этот вопрос, Вениамин Кондратьев поручает разработать краевую программу по благоустройству учебных заведений, в рамках которой будут приводить в порядок школьные дворы и чинить ограждения. Но не забывать, глава региона призывает и о том, что происходит за этими заборами. Есть примеры, когда буквально в 200 метрах от школы в магазинах полный ассортимент алкоголя и сигарет. Насколько далеко будет развернута такая торговля? В каждом муниципалитете зона ответственности местного главы. От подобных опрометчивых решений руководители районов Вениамин Кондратьев предостерегает. Коллеги, нельзя вместе с продажей спиртосодержащей продукции продавать свою совесть. Алкоголь не может продаваться в любых магазинах, которые находятся рядом со школой. Отдельно участники совещания заостряют внимание на охране школ. Почти полторы тысячи общеобразовательных учреждений в этом году под присмотром у казаков. А вот около 600 сегодня еще под контролем ЧОПов. Они-то и вызывают озабоченность у правоохранителей. Особое внимание определить тем лицам, которые у нас сегодня охраняют учреждения. Вот так называемые ЧОПы. Потому что ЧОПы – это одна бабушка. И, как правило, в этом ЧОПе нет системы быстрого реагирования. Они не могут приехать на вызов и так далее. Обращаются, опять перекладывают все эти действия на органы внутренних дел. И кто-то зарабатывает деньги, а кто-то за них еще работает. Очень важно, чтобы уровень подготовки охранников тоже был высок. Чтобы они понимали, что происходит на мониторе. В случае чего могли нажать тревожную кнопку, понимая, где она находится. И принять необходимые меры. И каждый должен знать, что ему делать для того, чтобы сохранить ту самую стабильность. От самого верха до самого низа. До обычного охранника в средней школе. Я сейчас главам муниципальных образований поручаю в каждом муниципальном образовании проведите учебу со всеми, кто охраняет сегодня учебные заведения. Со всеми. Чтобы они понимали, что нужно делать. В случае чего. За месяц до старта учебного года общеобразовательные учреждения готовы на 97%. Контрольный экзамен на обеспечение безопасности главы муниципалитетов и директора школ сдадут 20 августа. Мария Крошина, Элина Касабова, Денис Перец, Денис Мскаленко, Кубань-24, Отрадинский район. На заседании антитеррористической комиссии обсудили подготовку к предстоящим выборам. 10 сентября жителям края предстоит избрать новый состав регионального парламента. И здесь вопросы безопасности на особым контроле, отметил Вениамин Кондратьев. В единый день голосования на Кубани за порядком будут следить более 10,5 тысяч человек. Усилить охрану необходимо и на избирательных участках, подчеркнул глава региона. Их в крае больше 2,5 тысяч. Безопасность надо обеспечить и членам избирательной комиссии, которые будут выезжать на дом. Мы должны создать условия для свободного, спокойного волеизъявления граждан на выборах депутатов законодательного собрания в этом году. А вот выступления агитаторов непонятных движений, каких-то там пятых колонн, при том выступления, где они сами не понимают, о чем они говорят, к чему они призывают, а самое главное, не несут никакой ответственности. А если еще в их выступлениях будут содержаться призывы к свяжению существующего строя, то их выступления должны быть пресечены немедленно. 10 сентября, кроме нового созыва депутатов ЗСК, в некоторых районах жители края будут выбирать глав и депутатов в своих поселениях. В списке кандидатов от Сочи в депутаты ЗСК уже сформированы. Завершился этап выдвижения и регистрации. На курорте образовано три одномандатных округа. Когда кандидаты начнут агитацию, узнала Рената Шипулина. О желании быть избранными депутатами Законодательного собрания края от города Сочи заявили 13 кандидатов от различных политических партий, в том числе один кандидат в порядке с самовыдвижением. Избирательной комиссией, отмечает ее председатель, принято решение о регистрации всех претендентов на кресло ЗСК. Кандидаты выдвинуты в основном избирательными объединениями. Это такие политические партии, как КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Коммунисты России и Единая Россия. Мы проводим эти выборы в условиях обновленного избирательного законодательства, что предполагает, что на наших избирательных участках будет применяться технология QR-кодирования. То есть будут протоколы изготавливаться с машиночитаемым кодом. Машиночитаемый код позволяет максимально быстро обработать итоги протокола и ввести в систему госвыборы. Для избирателей также изменились некоторые условия. Отменены открепительные удостоверения, упразднено досрочное голосование. Избиратель может быть включен в список по месту фактического нахождения. В день голосования 10 сентября на территории города откроются 222 избирательных участка. Для депутатов уже начался период активной агитации. Они могут встречаться с избирателями, распространять информационные листовки. С 12 августа начнется агитация в средствах массовой информации. Ну и напомню, что активным избирательным правом на выборах депутатов ЗСК обладают жители Краснодарского края. Рината Шипулина, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. Снова ДТП на Мамайском перевале и снова Большегруз. Сегодня в половине шестого утра там перевернулась груженная фура. Грузовик МАН перевозил товар для продуктовых супермаркетов. По предварительным данным, водитель, двигаясь в сторону центрального района, на левом закруглении дороги не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал. Товар из поврежденного автомобиля перегрузили в другие машины, после чего длинномер убрали с проезжей части с помощью специальной техники. Пощекотал нервы себе и зрителям. В интернете появилось видео, на котором молодой человек повис на Вантовом мосту по дороге на Красную Поляну. Вантовый мост, построенный к Олимпиаде, считается одним из самых красивых в мире. Только вот парень забрался туда явно не с целью полюбоваться красотами. Опасные экскурсии на высотные объекты в последнее время стали новым увлечением среди таких вот экстрим-блогеров. Пока остается неясным, как молодой человек попал на верхнюю точку моста. И главное, зачем так рисковать своей жизнью. Главе Сочи от сотрудников 03 «Скорая помощь просит помощи у мэра города». Такими заголовками пару недель назад пестрили десятки информационных лент в интернете. На коллективные обращения медработников, жалующихся в открытом письме на нарушение трудовых прав, Анатолий Пахомов отреагировал незамедлительно. По его поручению была создана комиссия, которая в течение недели проводила проверку станции «Скорая медицинская помощь» города Сочи. Но и сегодня коллективу озвучили итоги проверки. Пунктов в письме-жалобе немало и претензий много. Главное – к заработной плате. А еще, считают работники «Скорой» на станции неоправданно раздут административный аппарат. С этим фактом проверяющие согласились. А вот что касается оклада, то здесь все по закону, объясняет начальник управления здравоохранения курорта. К тому же за два года у врачей зарплата поднялась с 45 тысяч до 49, жалование среднего медперсонала – 34 тысячи рублей. Устаревшим же можно назвать коллективный договор. Отсюда и недопонимание, что такое и откуда берутся те же надбавки стимулирующего характера. Факты нам говорят о том, что заработная плата всех категорий, работающих на станции скорой помощи города Сочи, является самой высокой в крае. Это выявила не только наша комиссия. Мы работали вместе с фондом обязательного медицинского страхования. Основная часть всего конфликта лежит все же в моральной плоскости. Тогда, когда руководство и сотрудники как-то находятся по разным сторонам какой-то некой баррикады, непонятно откуда взявшейся. Мы попросили и людей из состава коллектива поучаствовать в нашей общей работе по притворению этих наших общих замыслов, по улучшению кол договора, по переписке этих положений. Основные недочеты в работе экономистов, которых на станции зачем-то целых восемь. Неграмотно выстроена и сама система управления. Криминала и преступлений, конечно, нет. А вот волна недовольства и недопонимания здесь нарастала не один год. И все из-за ошибок в организационной работе, отсутствия ликбеза среди сотрудников, подчеркивает мэр. И отмечает, что открытость – главное преимущество руководителя. Людям непонятно. Оно должно быть критерии четкие, понятные стимулирования. Если они понятные, люди не задают вопросов. Если они непонятные, им никто не разъясняет их. Они будут в своем коллективе друг другу говорить, слушай, вот обман, везде обман. А зачем нам это? Надо наоборот открытость и понимание каждым сотрудникам до последнего, чтобы даже у них не было и вариантов того последничая даже, что да вот меня там обманывают. Вот это надо исключить. И при том, кого обманывают, какую категорию людей, тех, которые спасают жизни других. То здесь вот этой вот несправедливости, недосказанности, чего-то спрятанности не должно быть ни в коем случае. Вот и все. Выяснили проверяющие и то, что инициаторами протеста оказались водители карет скорой помощи. В итоге самые вопиющие факты нарушения проверяющие обнаружили именно в работе гаража станции. Вот, к примеру, запись разговора на заправке. Карточку кладите. Сколько литров? Двадцать литров. Нет, нет, что ли. Как отметил главный врач скорой, некоторые меры на станции уже приняли. Сокращено ряд должностей, которые имели место на скорой помощи. Эти коснулось экономической, прежде всего, службы и руководящей службы гаража. И будут произведены изменения в коллективном договоре для того, чтобы все начисления и удержания были более прозрачны. Животрепещущий вопрос о зарплате поднимали в ходе всей двухчасовой встречи с главой города. Медработникам напомнили, что многое зависит и от них самих. Получать больше можно, работая на коммерческих мероприятиях. К примеру, на международных соревнованиях. К слову, уже три года за счет массовых и событийных мероприятий количество зарабатываемых скорой помощью средств увеличилось. Но дело в том, что не на все мероприятия мы можем послать любого специалиста, любого уровня врача. И проходит строгий отбор учебы. Кого-то в процессе отбора, кого-то устранили в процессе учебы. И таким образом остается специально обученный высококлассный персонал, который получает средства из этих целевых средств и оплату за свою работу. Но эта работа не является отдельной, она является дополнительной к той работе, которая у нас идет в системе ОМС. Поэтому здесь они еще получают проценты в большем размере по распределению стимулирующих средств. В любом случае проверка не завершена. Так решил Анатолий Пахомов. Доклад о результатах дополнительной проверки прозвучит на планерном совещании под председательством главы города через две недели. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи продолжают работать 145 досуговых летних площадок для детей, такие организованные во дворах и при школах. Их курируют четыре управления городской мэрии. Физкультура и спорта, молодежные политики, образование и культуры. Площадки работают по утрам и вечерам. И на каждой своя программа. Как организован досуг на летних площадках, расскажем в нашем следующем материале. Зачем рисовать дома, если можно заняться творчеством вот так, всем вместе, на свежем воздухе? Ну или поучаствовать в интеллектуальном поединке, сидя за шахматной доской или взять в руки теннисные ракетки. За один вечер провести время с пользой на площадку седьмой школы на Чайковского. Приходит до 80 детей. Идут с удовольствием, говорят преподаватели. Здесь с детьми занимаются учителя, волонтеры и аниматоры. Приходят к нам дети не только нашей школы, но фактически вот микрорайона Гагаринский. Стараемся, чтобы занять детей, наверное, ну чтобы занять чем-то полезным. То есть мероприятия у нас здесь разные проводятся, и спортивные мероприятия. Ну вот дети, стараемся, чтобы каждый нашел себе занятие по душе. На этом стенде седьмой школы вся информация о работе летней досуговой площадки. Вечернее время расписано по часам. С пяти до восьми. Игры, эстафеты, занятия творчеством и спортом. Вот, например, секция для шортрека. Занятия этим зимним видом спорта не заканчиваются даже летом. В будни ребята катаются здесь, в выходные, в ледовых дворцах и меритинки. Присоединиться может любой любитель роликов и коньков. Олимпиада прошла на ура. Поэтому Викторам Анам заразились практически все. И поэтому все хотят себя попробовать, кто-то, может быть, реализовать. Дети с удовольствием, особенно по вечерам, потому что днем-то очень жарко. А вечером здесь спортивная площадка всегда практически полная. А вот на этой площадке на Донской подводят итоги соревнований по легкой атлетике. Лучшим вручают медали. Другие в это время познают азы бесконтактного регби. Всего в Сочи работают 145 таких площадок. Они тематически и открыты ежедневно, утром и вечером. Идея таким образом организовать досуг юных сочинцев на каникулах принадлежит главе города Анатолию Пахомову. Детям нравится очень. Я хотела сказать, что наша площадка самая лучшая. Мы прыгаем прыжки в длину, на скакалке и бегаем. Ну, соревнования нам тут делают. Я прохожу на эту площадку, ну, часто очень. Мы тут бегаем, прыгаем и получаем разные медали и всякие вкусняшки. Мы занимаемся тут спортом, потому что спорт важнее всего. Впрочем, такие площадки интересны и ребятам постарше. Для них отдельная программа. В этом году очень интересны у них профориентационные встречи. Наши дети с площадок делали такие интересные группы встречи. Дети с разных площадок, они уже посетили и чайную плантацию, и маленькие пекарни, и наши градообразующие предприятия. То есть дети получили не просто какие-то впечатления, они даже узнали о том, где работают взрослые, как строится работа города и, собственно говоря, где можно работать потом, когда они станут взрослыми. Площадки нашего двора есть во всех районах, даже в отдаленных селах. Работать они будут до самой осени, чтобы уже 1 сентября ребята сели за парты отдохнувшими с массой новых впечатлений. Нескучного и полезного летнего отдыха. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Марки в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи вышли сегодня в обращение. К их выпуску были изготовлены художественная обложка и специальные штемпели гашения первого дня для Москвы и Сочи. Оттиск штемпеля на марке ставили сегодня на главпочтамте. Сегодня в почтовое обращение вышли пять марок, посвященные 19-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в октябре. В дизайне использованы почтовые миниатюры, выпущенные еще в Советском Союзе, к проведению Всемирных фестивалей молодежи в Москве, причем дважды, а также в Берлине, Гаване и Пхеньяне. Спецвыпуски, как правило, привлекают филателлистов и гостей города, которые именно, как память о том, что они находились в городе Сочи, и в определенный момент сегодня проводится гашение штемпелем первого дня. То есть на данном штемпеле будет указана сегодняшняя дата, которая, в принципе, и является для филателлистов знаковым. Почтовые марки размером 5 на 5 сантиметров, номиналом 35 рублей, изданы тиражом 60 тысяч экземпляров. Каждая. Ну и в завершение информация от наших партнеров. Во всех филиалах стоматологической клиники «Вале Денталь» весь август проходит акция. Имплантация и протезирование за один день – 17 тысяч рублей. Улица Чайковского – 3. Центр доктора Бубновского в Сочи поможет вернуть здоровье позвоночнику и суставам. Индивидуальные программы, врачебный контроль и сопровождение специалистами. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. До встречи в эфире. До встречи в эфире.